Любимое лакомство красотки Зары – елочная щепа. Поэтому и Новый год она ждет с нетерпением, рассказывает ее хозяйка Екатерина. Еда из бывших новогодних елей еще и очень полезна для сколкунов. Их здоровье на самом деле на грани всегда. Вот что-то, некачественный корм, какая-то не та травка. Это очень даже полезно. Лошади очень любят дерево, у них улучшается пищеварение, они их грызут, у них есть смолы у елок, которые для них очень полезны. А также щепа у нас используются для подстилки. Щепу конному клубу с этого года предоставляет региональный оператор. Она получается после переработки новогодних елок. Здесь заканчивается праздник. Зеленые красавицы, главные героини новогодней ночи, перерабатывают вот такой монстр с громким мотором. За раз он уничтожает неограниченное количество пушистых красавиц. Такой способ переработки новогодних деревьев более экологичен и позволяет быстро избавить самарские дворы от хвойного мусора. С начала года уже уничтожено больше тысячи деревьев. Она является экологичным продуктом, который можно использовать, например, для подстила, естественного подстила для животных в зоопарках, конно-спортивных клубах. Также эта щепа может использоваться для садово-хозяйственных нужд. Василий Заводский свою работу любит и считает полезной. Говорит, здорово, что новогодние деревья еще сослужат службу животным. Было бы грустно, если бы они без пользы доживали свой век на полигоне. На свалке они не будут перегнивать, а это будет выходить, ну, те же самые конюшни, как бы, подстилка для животных, как бы, в помощь, зоопарка вот такая. Вывозить елки из саморских дворов на переработку будут до начала февраля. Для того, чтобы она пошла в дело, нужно оставлять зеленую красавицу рядом с контейнером, чтобы она не смешивалась с другими отходами. Мария Левина, Василий Кладашов. События.